Как защитить алгоритм машинного обучения от adversarial примеров? И возлагая именно функцию принятия решения на алгоритм машинного обучения в таких областях, как медицина, автомотив, финансовые какие-то рынки, люди не всегда задумываются о том, насколько стабилен алгоритм машинного обучения и можно ли их вообще обмануть, атаковать и так далее. В связи с этим появилось такое понятие как adversarial пример и прежде всего хотелось бы начать с того, что такое adversarial пример. adversarial пример это вектор, подающийся на вход алгоритму, на котором алгоритм выдает некорректный ответ. Чтобы больше понять именно этот термин осознать, давайте вспомним постановку задачи машинного обучения с учителем, а именно у нас есть пространство, в этом пространстве заданные объекты. И наша задача с помощью данных описать такую гиперплоскость, которая разделит наши данные наиболее идеальным образом. В том случае, если бы у нас была генеральная совокупность данных, для примера мы будем отличать кошек от собак, если бы у нас были фотографии всех кошек на свете во всех ракурсах и были фотографии всех собак на свете во всех ракурсах, мы бы смогли провести идеальную линию, которая бы идеально разделила кошек от собак и никогда не ошибалась. На практике такого не бывает и алгоритмы машинного обучения являются вероятностными. Мы с некоторой вероятностью можем утверждать о том, что объект принадлежит одному классу или не принадлежит. В связи с этим давайте приведем примеры adversarial примеры как таковые. Вот один из явных примеров. Как вы знаете, в московском метро недавно была информация, ввели систему распознавания лиц, и по данной системе они ищут злоумышленников, которые есть у них в базах. Ну вот, например, добавление небольшого шума к фотографии лица делает лицо полностью нераспознаваемым. То есть нейронная сеть, которая обучалась на то, чтобы распознавать эти лица, более не способна это делать. При этом само лицо, любой человек, посмотрев на это, скажет, что на второй фотографии присутствует лицо, и оно вообще, если так на взгляд, не очень-то изменилось по сравнению с первой фотографией. Но для алгоритма это существенное изменение, которое делает полностью нераспознаваемым лицо на фотографии номер два. Следующий пример. Собственно, adversarial примером не обязательно должно быть измененное изображение конкретного объекта, которое мы хотим применить. Допустим, adversarial примером в Automotive есть такой забавный случай. Есть система, распознающая знаки дорожного движения. И, как видите, она на левой картинке сверху распознает знак стоп с 100% вероятностью, что это знак стоп. Но как только она увидела знак KFC, она решила, что это тоже знак стоп. И Automotive может принять решение, что, наверное, если эта машина вводится самоуправляемая, она должна остановиться, видеть знак стоп, никак иначе. То есть adversarial примером может быть вообще любой объект, левый, но на нем сработал наш алгоритм, и это является проблемой. Далее, если посмотреть на проблему adversarial примеров, многие могли задать вопрос, ну а может быть все-таки это только на компьютерной модели можно придумать такой объект. Но в 2017 году ребята сделали интересную штуку. Они обучили нейронную сеть распознавать черепах. Придумали для нее некоторый adversarial пример на компьютере, скрафтили, и взяли, распечатали на 3D принтере. В итоге на всех вот этих 10 изображениях ни одно изображение не было распознано как черепаха. На удивление, хотя вроде бы, что здесь такого, везде черепаха. Или следующий пример, это буквально новшество. Далее, это adversarial reprogramming, это новшество в виде adversarial примеров. Представляете, есть большая сеть. Допустим, у Google она отлично распознает более тысячи классов объектов. Она крутится на мощностях, которые не виданы обычным компаниям. И что такое adversarial reprogramming? Давайте придумаем, заставим эту сеть большую, которая крутится на больших мощностях, решать нашу задачу. И с помощью техники adversarial reprogramming смогли сделать так, чтобы исполнялась полезная нагрузка на чужой сети. Грубо говоря, их сеть распознает также тысячу объектов реального мира, но мы сделали небольшую надстройку, которая теперь заставила эту сеть распознавать кошечек от собак, которые нам надо. При этом мы не тратим свои мощности, мы паразитируем на мощностях других сетей. И в связи с этим давайте расскажу немного о базовых принципах атаки. Вообще атаки на алгоритмы машинного обучения для построения этих adversarial примеров делятся на две части. Это lightbox, это атаки, когда мы имеем доступ к сети, к модели, когда мы знаем, что архитектура модели, ее веса, ее параметры, и можем с этим как-то играться, градиенты и так далее. И blackbox, когда нам ничего не известно о сети, нам есть доступ только к входу, мы можем послать туда объект, и есть доступ к выходу. При этом выхода достаточно бинарного или категориального, не обязательно иметь даже некоторую уверенность, то есть процент, с которым в данном объекте уверена сеть или объект. В целом, adversarial примерам подвержен любой вероятности алгоритма, и поэтому в дальнейшем я буду рассказывать исключительно о изображениях, потому что изображения проще понять, проще донести людям. Но вы должны держать в уме, что всегда adversarial примеры можно для любого машинного обучения алгоритма придумать. Дальше стоит отметить, что также они еще развиваются на две группы, targeted и non-targeted athaca. Targeted athaca – это когда мы хотим, у нас есть сеть распознающая кошек, собак и черепах, мы хотим обязательно, чтобы из этой кошки мы сделали черепаху. Это targeted athaca, когда мы знаем, что мы хотим получить в итоге. Есть non-targeted athaca, когда мы хотим, чтобы вот как угодно, но кошка пересталась распознавать как черепаха. При этом любой человек, мы сделали минимальные изменения, чтобы объект, который был и который стал у нас adversarial пример, они были минимально различны. Первые атаки, прежде чем говорить уже про кредитные атаки, немного о библиотеках на Python, которые работают с adversarial примерами. Это три библиотеки – Fullbox, Cleverhance и Adversarial Robustness Toolbox от компании IBM. Эти библиотеки, они нацелены на нейронные сети, и о них есть некоторые различия, о которых я позже скажу, но чтобы вы понимали, допустим, сразу здесь с какими фрейморками они работают. Fullbox, она поддерживает почти все популярные фреймворки, это TensorFlow, Keras, Tiana, PyTorch, Lasagna, MXNet, также возможны атаки на Blackbox сети, алгоритмы. И Cleverhance, и RT, IBM, они поддерживают пока TensorFlow, Keras, но IBM обещает сделать поддержку PyTorch и MXNet. Давайте немного про атаки. Что же представляет собой атака? И самая первая атака, которая вообще была выдвинута, и это был 2014 год, интересного в ней. У нас есть доступ к градиентам сети, то есть мы знаем, как изменение, то или иное изменение повлечет, изменит нашу уверенность нашей сети в том или ином классе объектов. Следовательно, мы знаем, какая часть на изображениях, это пиксель, вносит какой вклад в вероятности того класса, который мы хотим изменить. И первая атака, она, вот есть функция, которую она минимизировала, при этом она была должна минимизировать, помимо того, что именно крафтить объект новый, она также минимизировала разницу между исходным объектом и adversarial примером. Эта штука, она действительно работала, но у нее была одна явная проблема, она работала долго, она долго сходилась. И после этого, собственно, Ян Гудфелл, это разработчик Google, сказал следующую вещь. А зачем, собственно говоря, нам набрать точное значение, то есть там изменялся исходный пиксель, изменялся назначение градиента. Он сказал, зачем нам брать точное значение, если достаточно взять какой-то знак и с некоторым эпсилоном умножить на этот знак и получить некоторый шум. Собственно, на картинке с пандой показан пример, как взяли небольшой шум, умножили его просто на знаки градиентов плюс-минус, получили вот эту шумовую карту и сложили ее с исходным изображением, и панда, которая была с вероятностью 57,7%, стала гиббоном с вероятностью 99%. То есть сеть уверена на 100%, что это гиббон. Все было круто, но люди хотели дальше, какой виток развития. Эта штука работает, давайте уменьшать как можно меньше, уменьшать вот эту шумовую карту, чтобы она была как можно меньше, чтобы объекты действительно были как можно ближе. И два человека, Карлини и Вагнер, они модифицировали атаку LBFGS, тем самым они… Как они ее модифицировали? Если есть некоторая функция, которая у нас вводит нашу изменение к объекту, то есть X плюс некоторые изменения, и они эту функцию взяли и связали с последней функцией, с последнего слоя нейронной сети. Тем самым им удалось максимально уменьшить именно вот эту шумовую карту. Также на слайде присутствует фрагмент кода. Это для того, чтобы вы понимали, насколько сложно нынче придумать, ну, сделать adversarial пример. Три строчки достаточно, чтобы взять нейронную сеть и ее обмануть, если у вас, собственно, есть доступ к этой модели. В изображениях это очень круто, потому что, ну, большинство, когда используют нейронные сети для обработки изображений, загружают предобученные какие-нибудь сети на уже известный там ResNet и прочие с весами от ImageNet и используют их у себя. И поэтому обманывать такие сети, ну, на практике реально. Следующее. Эти атаки, они все таргетит. То есть, если мы хотим из кота получить черепаху, мы именно с этими атаками сможем это сделать. Дальше на слайде представлены методы, которые в библиотеках, озвученных выше, работают с теми льдовидной атаки. Здесь из интересного, ну, непонятно почему, но RT IBM не поддерживает атаку LBFGS, хотя, ну, она, собственно, является основной. Следующая атака – это DeepFloat. Вот так. Здесь была немного другая задумка. Она очень похожа с таргетит атаками, но атака является на таргетит. Здесь была постановка задачи такая. Давайте мы просто обманем сеть. То есть, хоть как обманем сеть, но при этом сделаем это с минимальным изменением. На картинке представлена первая – это исходная фотография. Третья фотография – это атака, которая была представлена ранее. Это FastSignGradientMethod, одна из тех атак, которые я говорил на предыдущем слайде. А второе изображение, вторая строчка – это как раз-таки атака DeepFloat, которая с минимальной шумовой картой позволила обмануть нервную сеть. То есть, как вы видите, тут вообще изменения почти минимальны. То есть изображение не отличается там, там уже тысячные проценты изменений идут. И также имплементация этой атаки на Python. То есть они тоже все очень просто. Следующая атака, она является тоже Targeted, тоже WhiteBox. Нам тоже нужно знать данные о нашем алгоритме. Это Yacobin Sanse Map Attack. Что здесь и какая суть? Суть здесь в следующем. Давайте построим вот такую карту. Это карта градиентов. Найдем точки, где у нас либо сильно градиент меняется, то есть есть большая впадина или большая горка. И в этой точке у нас будет самая большая значимость. То есть изменение данного пикселя, если мы говорим про изображение, внесет наибольший вклад в крафт Adversarial Примера. И будем добавлять такие точки до тех пор, пока мы не обманем наш алгоритм, нашу нейронную сеть. Данный метод представлен в библиотеке CleverHands и Adversarial Robusten Toolbox от IBM. И на слайде представлена имплементация в библиотеке CleverHands. Вы видите, что у нас здесь уже четыре строчки. Это уже серьезнее. И дело все в том, что здесь CleverHands позволяет делать очень строгую настройку. То есть все параметры, которые заявлены в исходной статье научной с имплементацией этой атаки, CleverHands позволяет нам с этими всеми параметрами играться. Следующая генерация. Это постановка задачи, которая была сделана. А сколько вообще достаточно изменить объектов, пикселей, чтобы обмануть нейронную сеть? Много ли нам надо для этого? И придумали такой генеративный алгоритм, который, извиняясь, он называется OnePixelAttack. Я думаю, многие догадались почему. Потому что для того, чтобы обмануть нейронную сеть, по факту достаточно изменить один пиксель. И этот алгоритм находит минимальное количество пикселей для того, чтобы обмануть нейронную сеть. И, как вы видите, в верхнем изображении вторая лошадь, всего измененный один пиксель, добавленная черная точка, стала лягушкой с вероятностью 99%. Это тоже интересный метод. FullBox – библиотека единственная, которая позволяет имплементировать эту атаку. И в FullBox можно указать максимальное количество пикселей, которые мы хотим изменить. То есть сколько же нам доступно для изменения пикселей. Вот так вот. Следующие алгоритмы – это уже BlackBox алгоритмы пошли у нас. И, соответственно, у многих мог стать вопрос, окей, для всех тех предыдущих алгоритмов нам необходимо было знать некоторую информацию о сети, то есть ее устройство, какие-то градиенты, еще что-то, еще что-то. А что, если этого мы не знаем? И предложили такой способ – это teacher-students метод. Давайте представим, что один алгоритм у нас является учителем, а другой алгоритм является учеником. Давайте просто будем посылать в teacher-сеть данные, у нее есть какой-то выход, который мы знаем, и на этих же паре вход-выход обучать students-сеть. После этого мы просто применим некоторую атаку с whitebox и тем самым попробуем обнуть blackbox-сеть. И на самом деле это работает, потому что мы, по сути, что делаем? Мы обобщаем нашу teacher-сеть. Эта штука работает, и ее качество напрямую зависит от того, как вы угадали с устройством сети и на каких данных она обучалась. Что здесь примечательного? Здесь начали вводить уже такое понятие, как graybox-атака. То есть это атака, которой мы не полностью знаем, вообще ничего не знаем, а мы и имеем предположение. Ну вот, допустим, мы работаем с изображениями. Скорее всего, с изображениями чаще всего берут какую-то известную архитектуру, resnet, inception. Давайте тоже возьмем эту архитектуру, веса, imogenet, почему нет. И вот уже такой некоторый graybox, и пытаются дальше его обмануть как идея. И одно из последних, что из интересных, это, многие знают, генеративные сети, это нейронные сети, которые способны генерировать некоторую информацию. В них есть генератор, сеть, которая генерирует, и сеть, которая проверяет эту информацию. И сделали такую возможность генерировать именно adversarial примеры за счет того, что вот эта сеть, блокбокс, встраивается в часть генеративной сети. В итоге мы получаем то, что на выходе, когда обучается вот эта генеративная модель, у нас просто начинаются посылаться туда любые adversarial примеры, непонятно, как скрафчены, и они проходят, естественно. То есть это последние две атаки, они нигде не имплементированы, потому что для того, чтобы их сделать, необходимо очень большое количество параметров, которые необходимо самому кодить, и автоматизации они на данный момент пока не поддаются. На этом я бы про атаки закончил и перешел к тому, что, ну, хорошо, атаки есть, наверное, есть какая-то защита. И да, действительно, есть некоторые методы защиты, которые позволяют усложнить, ключевое слово усложнить, потому что, наверное, защитить вероятность алгоритма на 100% просто невозможно. Данные методы, про которые я сейчас буду рассказывать, они своей целью являются усложнить данные атаки, которые были сказаны выше, и они также представлены в одной из библиотек. Первый метод защиты, он наверняка как бы самый логичный. Давай просто будем атаковать нашу сеть самостоятельно. Вот мы скрафтили много adversarial примеров, давай их просто в обучение, в объем, и обучим сеть на adversarial примеров. И да, это работает, но для примера на одной атаке можно скрафтить на одно изображение тысячу примеров adversarial, и ваша выборка просто увеличится в тысячу раз, и обучать вы эту сеть будете или алгоритм очень-очень-очень долго. Это рабочий метод, но проблематичный. Имплементировать его можно, методы защиты сейчас поддаются имплементации только в одной из библиотек, это RDS Allerobassness Toolbox, которой я советую пользоваться, то есть это действительно хорошая библиотека. И переходим к следующему методу защиты. Следующий метод защиты является самым простым. Это, собственно говоря, когда мы говорили про сеть, мы запоминали, мы упоминали то, что у нас есть некоторые градиенты, и суть метода bounded.reo, то есть у нас есть reo function, которая является функцией активации, и давайте после того, как она обучилась на наших данных, просто ее не с одной стороны ограничим, как стандартно reo, а еще и сверху ограничим, чтобы у нас нельзя было, и вот эти градиенты, как бы их, они были чуть меньше, то есть они не было вот этих резких всплесков. Это самый простой метод в имплементации. Он работает, честно, так себе, но зато сделать его это три строчки. Следующий метод это data augmentation, Gaussian data augmentation. В чем его суть? Проблема в том, что на одну атаку можно было скрафтить тысячу примеров от Versaliel Training, и на выходе у нас получался большой объем данных. Gaussian data augmentation несет в себе смысл то, что мы крафтим из двух разного типа атак, как это и копия национальности map, так и FGSM методы, некоторые примеры, и просто с некоторым дистрибьюшеном их вставляем в нашу выборку. Тем самым у нас получается гораздо меньше тренировочных примеров, но при этом качество Gaussian data augmentation сравнимо с Versaliel Training. Дальше, который метод, он тоже является надчасти логичным, если сталкивается с ним, то давайте так. Окей, можно обмануть одну сеть. Обмануть две сети можно. Сложнее обмануть две сети сразу. А если, блин, мы сделаем ансамбль методов, и можно ли обмануть вообще их все сразу? И на самом деле можно, это лишь усложняет атаку, но при этом это очень сильно усложняет атаку. То есть особенно если вы используете нейронную сеть, лиса какие-нибудь или вообще там линейный классификатор, то уже сразу все их обмануть уже является проблематично. И этот метод действительно рабочий, но, как вы понимаете, каждый из этих методов, он несет в себе некоторую потерю. Это потеря либо на обучении в скорости, либо это потеря конкретно в данном случае вы теряете и на обучении, потому что вам надо обучить N-классификаторов, и уже в продакшене, когда вы делаете предикшены, вам тоже нужно прогнать это через N-классификаторов, которые тоже в себе будут нести временные потери. Следующий метод защиты, он, собственно, проследующий, что давайте детектировать adversarial примеры. То есть у нас есть некоторая модель, которую пытаются обмануть. Мы делаем некоторые сквизер модели, то есть измененные модели, на которые мы тоже подаем этот же самый вход. Меряем дистанцию между этими моделями, которые работают чуть-чуть по-другому. И если эта дистанция больше некоторого порога, то мы говорим, что этот пример является adversarial. То есть данный метод такой, типа, ну вот еще до того, как это все начнет работать в сети. Все данные методы, про которые я рассказывал, можно посмотреть в библиотеке Adversarial Robust and Toolbox. Теперь я хотел бы предложить некоторую методологию тестирования, что когда вы разрабатываете алгоритм машинного обучения, вы можете применить некоторые white box testing или black-gray box testing. Когда мы говорим про white box testing, то мы подразумеваем, что атакующий знает о внутреннем устройстве алгоритма и может получить доступ к его параметрам. Например, мы внедряем машинное обучение на некоторой железке. Атакующий может спокойно взять эту железку, купить где-нибудь в магазине, разреверсить ее, получить информацию о модели, которая находится внутри. Ижели black box testing или gray box testing, когда атакующий не может иметь представление о том, что внутри этой сети крутится, у него есть только доступ к input-output, и он в зависимости от этого начинает делать свои атаки. Дальше приведен такой вот диаграмм к того, как может происходить процесс тренировки нейронной сети, именно тестирование нейронной сети. Мы закодили некоторую нейронную сеть на TensorFlow, использовали библиотеки, про которые я говорил, fullbox, colorhands, adversarial robustness toolbox для атаки, применили несколько атак, посчитали рейт этих атак, насколько они проходят. Если нас это устраивает, этот рейт, то мы выходим из данного процесса и считаем, что модель наша обучена, и все. В том случае, если нас не устраивает этот рейт, мы применяем библиотеку adversarial robustness toolbox в целях дефенса и идем по такому кругу до тех пор, пока нас не устроит качество нашей модели. Условия, влияющие на успешность атаки, это прежде всего знания, которые имеет атакующий, то есть конкретно доступен за умышленнику whitebox решение наше. Это типа таргет, 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 это ключевое значение. Таргет, татака очень важна, например, в системах, когда некоторые антивирусы пытаются внедрить классификацию, исполняемую на вашем компьютере программного обеспечения, на то, как оно является чем-то вредоносным или нет. И в таком случае нам нужно обязательно применять таргет, татаку. Таргет, татаки, по своей сути, они сложнее, нежели нон-таргетит. Дальше, сложность модели. Чем сложнее ваша модель, тем, естественно, сложнее ее обмануть. Сложность используемых методов защиты, именно то, что вы используете из библиотеки Adversarial Robustness Toolbox. И временные ограничения на работу алгоритма. То есть вы должны закладывать то, что ваш алгоритм должен отрабатывать за тысячную долю секунды на одном примере. И в связи с этим вы не можете применять, допустим, некоторые методы, у вас есть ограничения на применение ансамблей каких-то или усложненных моделей. В целом хочется сделать некоторый вывод о библиотеках. Он заключается в следующем, что Fullbox библиотека, она простая, удобная, в три строчки имплементации атаки, как бы все просто, все легко, большое количество атак, она сама юзер-френдли. Библиотека CoverHands, она чуть сложнее в имплементации, необходимо понимать, как работает тот или иной алгоритм, необходимо вводить параметры, добавлять ограничения и так далее, но зато она более интересная, если вы прям ресерч какой-то делаете. И Adversarial Robustness Toolbox, это библиотека, основной ценность которой именно предоставляется, ну вот эти методология защиты, именно методология противодействия атакам. Что хотелось бы сказать в конце. Прежде всего, машинное обучение не является панацеей. Не стоит использовать машинное обучение в тех случаях, когда принимаемое решение может сказаться на, сильно сказывается на бизнес-логике и действительно может вас обанкротить или сделать что-то неправильное. И действительно это решение очень важное. Если его захотят обмануть, в конечном итоге алгоритмам машинного обучения поддаются некоторые обманы, потому что все мы знаем, что даже если у нашего алгоритма accuracy 99,9%, то все равно вот это есть 0,01, который нас может погубить. Далее, это тестирование модели необходимо. В том случае, все-таки, если вы используете в таких областях машинное обучение, вам стоит тестировать данные алгоритмы, понимать, что в каких условиях будет находиться атакующий при попытке вас взломать и стараться уменьшить именно его успешность. Следующий тезис. Никаких бесплатных обедов. Если вы применяете, чем сложнее метод защиты, который вы применяете, тем больше вы должны за него заплатить. Это прежде всего временные затраты. Ваш алгоритм будет работать медленнее, ваш алгоритм будет обучаться медленнее, и все в таком духе. И, конечно же, главный тезис – это то, что Python прекрасный инструмент для работы с Adversarial Learning. Это библиотеки, которые всегда поддаются, плюс большинство нейронных сетей пишется на питоне, и поэтому очень удобно использовать данный инструмент. Градиент. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, прошу. Да. Так, спасибо. Ты показывал карту градиентов. Можешь еще раз ее показать? Так. Я правильно понимаю то, что если мы максимально выровняем эту карту градиентов, ну, понятно, что она не будет прям прямой плоскостью, то мы максимально избавимся от таких атак. Мы не максимально избавимся. Данные атаки будут намного сложнее. Да. То есть, грубо говоря, если мы сделаем ее не в смысле выровнять, чтобы все вершины были на одном уровне, а в смысле сделать ее как можно… Как можно более плоской. Да, как можно более плоской, тогда вам будет, чтобы обмануть нейронную сеть, придется изменить наиболее, ну, большее количество пикселей. И когда мы меняем большее количество пикселей, грубо говоря, уже изображение может перестать быть адверсариевым примером. То есть, адверсариевый пример – это именно там, где вот изображение похоже на реальное, но оно другое. И в том случае, если изображение вообще, как бы, ну, входные в векторы вообще неадекватны, мы можем это проверять какими-то эвристиками и детектировать именно на вот уровне неадекватности. То есть, получается, мы во время оптимизации таких сетей можем смотреть на карту градиентов. Да, в этом случае вы будете бороться именно с градиентами, с методами. Да, то есть, вот bounded.ru функция активации, она на самом деле и пытается сделать то, что вы говорите. Понятно. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Собственно, такой вопрос. Все, что мы сегодня, о чем вы рассказали, это применимо к изображениям. Это хороший вопрос, я его ждал. Да, нет, это не только применимо к изображениям, это применимо к любому алгоритму вероятностному, вот именно машинного обучения. При этом на изображениях это просто очень хороший пример, который видно на слайдах. Но в своей практике я применял такие атаки, в том числе на рекуррентные сети и при работе с временными рядами. И там это сделать на самом деле проще. Спасибо за доклад. Есть из жизни какие-то примеры, там, не знаю, человек лицо А заменили человеком лицо Б, там, или номер как-то машины исправили. Ну, нет, вот хороший вопрос. Когда компания Тесла тестировала свои беспилотные автомобили, был один очень яркий инцидент. Компания Тесла на самом деле была таким передовым игроком в области самоуправляемых автомобилей. И для того, чтобы оценивать обстановку, она использовала нейронные сети. После этого инцидента она отказалась. Что это за инцидент? Это перекресток, на котором ехал грузовик, у которого, как грузовой, где едет эти? Кузов. В которого кузов был полностью белый. На перекрестке нейронная сеть перепутала его с небом, и машина не остановилась, а просто начала разгоняться и въехала в грузовик. То есть это, как раз-таки, есть реальный пример, adversarial пример. И как раз-таки после, ну, вот таких вот исследований компания отказалась от нейронных сетей в области автомотив. И помнится, года два назад я был на хакатоне именно OpenCV, в котором была задача придумать решение для автомотив именно нейронных сетей, распознавания знаков. И там было запрещено использовать машинное обучение. Там именно была сдача OpenCV и придумать что-то без машинного обучения. А немножко вторая часть тогда. А вот сейчас тот же Сбербан собирается переходить на распознавание лица, распознавание голоса как аутентификация. Ну вот насколько реально будет чем-то таким обойти. Распознавание лица. Ну, вот знаете, здесь есть еще другой пример. Распознавание лица на самом деле можно обойти такими примерами из жизни. Вот была распознавание, ну, задача распознавания знаков. Есть нейронная сеть, которая распознает знаки дорожного движения. Ребята клеили где-нибудь в центре просто изоленту черную, все, горит, ломался. И здесь девушка решит накрасить себе губы какими-нибудь атомно-фиолетовым цветом, и ее лицо больше не распознается. Скорее другой вопрос, именно в плане мошенничества. А, мошенничество. Ну, мне кажется, это слишком дорого применять такие методы для мошенничества в банке. То есть, Сбербанк, деньги снять, как бы тебя подставили, у тебя сняли все счета. Нет, это, ну, вряд ли вас, если у вас на счетах лежат миллионы, вам просто по одной системе выдадут эти деньги. В том случае, если данная система просто распознает лицо, вообще, я вам советую почитать некоторые статьи по тему распознавания лиц, именно сверки с базы данных. Вот недавно в московском Минтро введена система, вы говорите про ее аналог, что там есть, что распознается лицо, сверяется с преступниками. Здесь распознается лицо, сверяется с клиентами банка, которые уже были. Данная система подвергается критике из-за ее несостоятельности именно алгоритмической и вероятностной. Но обмануть можно, но при этом нужно иметь доступ к сети. Будет ли доступ к сети? Это, ну, такой вопрос. Понятно. Спасибо. А, про предыдущий вопрос. Компания R&D. Ну, я просто недавно, неделю назад их доклад слушала, но я думаю, что они не единственные. Они делали детектор Люрберт и вообще отличали искусственный голос от живого. И искусственный там разные градации, синтезированные или просто, ну, посредством нейросети, например, как Люрберт или просто записан на диктофон, и также там фейс-то-фейс, разные другие инструменты, подмены биометрических данных. Почему вы говорите про сеть? И делает ли позитив технология свой детектор синтезированного голоса или фейкового видео? Просто проблема в том, что тот доклад был про скор, про то, какие ребята молодцы, каких они результатов достигли, про то, что использовались различные архитектуры нейросетей, но что именно под капотом, они не рассказывали, потому что понятно, что это, во-первых, коммерческое решение, во-вторых, зная, как обойти, наиболее совершенно на данный момент инструменты подделки биометрических данных можно найти, но дальше совершенствовать, получается, способы обхода, идентификации личности. И поэтому это по-любому закрыто, и вы вообще делаете детекторы, ну, какие-то вот… делаете ли вы детекторы, будете ли вы вообще об этом как-то рассказывать, будете ли вы… Ну, ваш вопрос о том, что решение закрыто, действительно, одним из условий тестирования алгоритма является, есть ли у доступа у замышленника к whitebox решению. То есть, действительно, если у вас исключительно blackbox, но при этом у вас есть доступ к его входу-выходу, то все равно атаку можно применить. То есть, доступ к информации о алгоритме, о сети не является стопроцентной гарантией, что невозможно обмануть алгоритма некоторой. Все равно методы используются, blackbox, и они достаточно успешны. То есть, даже если нет информации об алгоритме, атаку применить все-таки можно. Так, ну, вроде все. Я тут просто пока это слышал, вспоминал, что раньше шум в изображениях и в звуке использовали в качестве механизмов защиты контента. То есть, ну, есть алгоритмы, которые позволяют наложить на картинку определенный шум, который будет фактически там подпись, ну, хэш. Вот. И он, глазу не видим, никому не видим, но потом можно откликать это изображение и верифицировать, подвергалось оно изменению или нет. И со звуком такая же песня. А тут как бы обратная история, когда берут шум и ломают все нафиг. Здесь, в случае, когда это цифровая подпись является, то это все-таки такая уже эвристика, что мы знаем, что там должна какая-то быть некоторая подпись. Ну, какие-то это, как видимые чернила. Кто-то знает, а кто-то не знает. А здесь, в данном случае, это уже зависит от того, на каких данных обучается алгоритм. Понятно. Ну что ж, так, во-первых, конечно же, выбрать надо лучший вопрос. Ох, ну, в целом, наверное, вопрос вот о системах, о реальных примерах и вот системы Сбербанка, наверное, он был одним из интересных. Так, и теперь наоборот. Поблагодарю тебя. Спасибо. Спасибо.